Приветствую всех на своем канале. Смотрите продолжение фильма поездки в Ашайтан Арбе по заснеженной Таинге. Благодаря Сергею я побывал в этом путешествии. Душа ему очень благодарен. Мне все понравилось. Надеюсь и вам понравится. Смотрите. Вот она, листьяночка наша. А почему она ваша? Ну, я имею в виду нашего района. Опять по Волопу. Но уже не пешком. Так и назови. Опять по Волопу. И не пешком. А это по этой ноге мотался. Но она там заросла и все там. Да, там вырубая. Заросли. Мотался по ней. Сейчас, смотри, Саша. Вот сейчас ставь, смотри, будет, вон она сидит. Вон, видишь, на земле? Вон она, вон она, видишь? Сейчас подожди, но я иду. Как глухарочка. Красавица. Не шелохнется, сволочь сидит, да? Да, у меня рука тоже идет. По сигналите, по сигналите ему, а мне сигнал есть. Смотри, как замерло, да? Вот проедешь, и не увидишь. Как пенек сидит. Да, замерло. Замерло прямо, ну, бедолага, да не тронем мы вас. Сейчас женщина бежит. Хорошо. Смотри, смотри, сволочь, а. Даже вот подпускает. Ну-ка, Саня, попробуй ее. А я сейчас не это, не вижу ее, у меня камера не видит за деревом. Вот сейчас я ее вижу. Вот это, сейчас я остановлю камеру. Может, ты откроешь дверь, и она вспомнился, да? Ты хочешь, чтобы я ее на крыло поднял? Да пусть сидит. И у меня хорошо ее видно. Ну, ты сейчас направо поворачиваешь. Ага, пошла, пошла, пошла. Вот дурый баба, а. А если мы тебя стрельнули? Мы, Александр, сюда не полезем так вот сразу, да? Пойдем посмотрим, конечно. Пощупай мышками. Вот, потому что когда была замерзшая, сейчас, может, не замерзшая. Вот здесь сейчас с краю встанем и пойдем посмотрим. Позвучи. Своим теснедом. Так, замаскированные, кто подумаешь? Конечно. Да? Танка. Замаскировали. Проверка болотинки. Здесь-то пройдем. Я смотрю, я просто на след выходил, я глубже следа валюсь. У меня, получается, на мой вес давление на квадратный сантиметр больше, чем у техники. Сам этот, вот это еще не ручей, по-моему, а ручей, по-моему, ручей, по-моему, ручей основной, или этот вот ручей, этот, по-моему, ручей. Верховье Шамбуковки. Вот там вот болото, и с него начинается вся речка. Здесь она вот выходит, болот, и вот там озеро есть. Такой приличный, там в карасе живут, в этом озере. Она ведь как бы вот той стороной проходит. Вот она уходит вот туда. Ну, вокруг. Ну, туда я выходил. Вы, наверное, ходили, да? В той стороне ходили или здесь ходили? Мы там же все искали. Вы там переходили, да? Да, и Вася нам, тут чуть пониже, навстречу вышел. Ну, да. Там гиблое место. Там на технике сложно будет доехать. Да нет, все, замечательно. Подождешь, я подъеду. Сейчас Серега поедет. Хочу снять, как он будет переезжать это болотце. Оно промерзло. Нормально все будет. Ну, посмотреть технику сбоку, как она едет. Огонь вообще аппарат, конечно. Это колесики накачанные, не переспущенные. Переспустить вообще поползет. О, карета подана. Тут вот дерево упавшее. Что вы тут за житель? Не включите. А так вот земля не промерзнет. Беда, да? Не, ну, не дем. Не, ну, я не все равно. Там много хлопать. Прибыли к избушечке. Где он этот топор забыл? Тут же мне. Найдем. Наверное. Продолжайте смотреть видео. Подписывайтесь на канал. Не уходите никуда. Да, туда пошла. Вот. Ребятиш, не знаю, как вам будет, наверное, видно. Надеюсь, что будет видно. Росомаха прошла. Свежат. Снежок даже сейчас порашит. Может, машину услышала. Побежала-то она, конечно, туда. Я хочу посмотреть, откуда вышла. Да. Росомаха. Следок вот такой. Вон пальчуги. Все это. Мох и ион. Блин, вживую бы увидеть. Очень хотелось. Здесь уже Шамбуковка текет. Крепчает морозик. Крепляет. Ну, а как нет? Семенович? Владимир Семенович? Парло еврей. Дракошка. Это почему же ему можно в Израиле? Это же я еврей. Почему его пускают, а меня нет? Помнишь? Я же еврей. Его пускают в Израиле, а меня нет. Он диссидент был, блядь. Его не пускали ни хуя. Да, страна. Давай руку. Ой. Куда ты руку лезешь? Я-то вылезу. На любви? Да ладно. С задним прём. Да, путешествие классное. Сейчас вот здесь потёрже развернемся. Просто в дебри едем. И всё. Дебри. Какие же это дебри? Ну, для кого-то это серьёзные дебри. Да кустики, а не дебри. Ну, видишь, что так. Вот, допустим, на том же снегоходе ты за ветки зацепишься, геморроя будет сколько. Ну, наверное. Поедем в эту сосну. Вверхозадняя скорость не любит. Да? Я в этом. Там, по-моему, сошла. Сосна, по-моему, да? Сосна. Свалим. И рядом посмотрим ещё. Берёвочку достанем. Зацепим, всё это привезём. Да. Ещё делать там нехрен. Напелим. Вот, ты ловишь, у меня штырёк лежит. Станцию заведём. Станцию устроим. Э, и комфорта будем отдыхать. Комфорта? Да. Там надо жизнь в избушке тоже показать. Надо, надо, надо. Потому что это. Обязательно. Большинство людей только этого и ждут. Володьке надо скажут спасибо сказать. Конечно. Облагодарить хозяев по-любому. Обязательно. В следующий раз я им там 5 литров спирта оставлю. Сгорят. Вот ты добрый, да, оставил для 5 литров спирта. Потом крайним оставишься. Не, не, конечно, нет. Ну, литр, да. Потому что Ивану, Ивану Григорьевичу, я оставлял в избушке. Всё-таки зима. Почему-то я люблю зиму. Я не знаю, по-честному. Кто-то говорит, что это вот суровое время года. Для меня вот что-то зима. То есть, что-то сказочное. И пусть старуха у меня увидит. И скажет, что я не прав. А не нравится ей, да? А? Зима нравится? Конечно, ей тоже нравится. Ну, так вот. Мире. А остальное уже никого не интересует. Нравится. Заготовка дров на ночь. Сушинку увольнули. Сейчас КСБ потащим. И её... Всё замечательно. Куда она денется? Вот тут полный зашиворот снега. А где? С машиной или с этой? Да вот я тут... Эта... Берёзка обняла, она вся зашивок высыпалась. Давай. Порвается? Да, всё. Поехали. Сушинка есть. Сейчас ещё одну посмотрим. А что я смотри? Как только. Саш, если мы её... Не, ну понятно. Давай я на сегодня? Давай. Хватит. Давай. А я таскаю. Вот какой саквояж тут. Но тут нормально. Ни одну корову загрузить можно. Стемнело быстро. Со станции у нас что-то не получилось. Немножко. Вот фонарик стоит. Но... Серёга нашёл выход из положения. Там у него какие-то аппараты, не пойму. От аккумулятора запитался. Но был на свет серьёзный. Сейчас уже на весы вольтовые перешли. Обзор этой избушечки. Но она чисто для охоты сделана. Мужики ездят, чтобы больше никто не появлялся. Они не хотят шикарно делать. Потому что... Всё это... Притягивает народ. Чем больше шику. А так никто их не трогает. Они здесь спокойно живут. Обыкновенная изба. Тёпленькая. Мы уже всё затопили. Фомоточки наши. Серёжка уже спит. Стол. Простенько всё. Обыкновенно. Чисто по рабочему варианту. И всё. Сейчас просто на камеру этого не передам. Я почему вышел снимать? Потому что я с окна увидел. Сейчас фонарик. И на камеру это тоже не снимется. Здесь вот озерцо. Напротив избы. Опять спряталось. Погодка меняется. Вот луна. Под луной. Так чётко освещается. Озерцо. Озерцо это болотинка. Здесь речка проходит по той стороне. Но там были сани. А здесь вот рядом озеро 50 на 50. 50 метровое, в общем говоря. Серёга говорит, что там карась или что-то водится. Но я такой рыбы не ловил, не знаю. Вот аппарат. Я от него в восторге просто не знаю. Это вообще. Сейчас во что мы въезжали, я просто был в шоке. У меня был трёхколёсник до этого. Но я на нем таких чудес. На нем я просто не лез в такие дебри. Но я думаю, у меня бы просто веса не хватило. Такие деревья под собой просто ломал. Пригибал. Вообще аппарат серьёзный. Супер. Просто супер. Завтра мы поедем по другой дороге. Опять в новое во всё. Вот он как. Шинка у него сделана. Ну наверное сейчас на интернете много выкладывают. Как делаются шины. Но у него видать вот так по уму всё и сделано. Я не расспрашивал. Потому что нам как бы, что мы на одну ночь. Нам некогда даже об этом говорить. Успеем, думаю. Первый раз выехали вместе. Человек много. Не то, что много. Но всю жизнь в тайге провёл. К такому аппарату прийти. Как говорится, не вчера. Не надо родиться. Завтра у нас она ночка. Завтра мы поедем уже домой. Что там по дороге. У нас в основном в дороге росомахи следы. Классная штука тоже. Ну, волчи. Следы я не снял. Мы их проехали. Одиночные, что-то непонятно как-то. А так. Лухарочка. Ну много. В основном самки взлетали. Ни одного петуха не видели. Стрелять мы даже не готовились. Нам это ни к чему. А вот луна. Высвечивается. Классно. Дровишки мы заготовили. Сами видели. Слышка спит уже. Сейчас я пойду. Лямочки болтаются. Матрасы не так привязывают. У каждого слоя в голове. Завтра утром продолжим. Мы выезжали в дровишки у нас. Все нормально. Все по-человечески. Как учили. Также, ребята, смотрите. Следующая серия. Немножко истории. Это поселок Шамбоковка. Небольшой обзорчик. Все рухнуло после развала СССР. Субтитры подогнал «Симон» До встречи, друзья! До встречи, друзья! До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok